В церемонии открытия приняли участие представители Института Конфуция в Минске, журналисты, студенты и преподаватели университета. Гостей вуза гостеприимно встретили в стенах университета, после чего все участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной партнерским отношениям Белоруссии и Китая. Заместитель председателя Могилевского госполкома Алла Галушка подчеркнула важность того, что центр открывается в канун празднования 750-летия Могилева. Университет имеет свою историю. И почему это событие знаково? Оно говорит о том, что границы открываются и контактов становится все больше в сфере экономики, в социальной сфере. Мы на пороге открытия медицинского центра, на базе нашего учреждения здравоохранения, городской больницы номер один. Мы открыли класс китайского языка в гимназии номер три. На базе Института повышения квалификации все желающие смогут изучать не только китайский язык, но и историю, культуру, традиции и обычаи, каллиграфию, а также искусство традиционной чайной церемонии, плетение китайских узлов и даже постигать азы кухни разных народностей Китая. Кроме этого, могилевчане смогут больше узнать о шедеврах китайского кинематографа. Преподавать все дисциплины будут волонтеры из Поднебесной. Бывается, для нас это очень большая радость, потому что я даже раньше не знала, что в таком городе, в городе Моргилеве, даже такие люди, которые хотят изучать китайский язык, и я считаю, что в будущем еще больше и больше людей, которые хотят узнать Китай и китайскую культуру. В ходе торжественного открытия для всех желающих провели мастер-классы, где каждый смог прикоснуться к традициям китайской культуры. Моргилевский государственный университет, конечно же, не мог остаться в стороне от этой работы. И создавая подобный центр, мы действительно представляем его гораздо шире, чем просто центр по изучению китайского языка. Это будет центр, в котором будет представлено многообразие китайской культуры во всем ее значимости и объеме культуры мировой. К слову, китайский язык в Моргилеве изучают не только в университете имени Кулешова. Так, в прошлом году в гимназии номер 3 был открыт класс конфуция по изучению китайского языка и культуры. Всего же в Беларуси при вузах работают три института конфуция, сеть которых продолжат расширять на региональном уровне.